Дима Якунчиков буквально вырос среди книг. В детстве много читал с мамой. Повзрослев, интерес к литературе не утратил. Мальчик старается уделять чтению хотя бы 2-3 часа в день. Среди предпочтений фэнтези и фантастика про постапокалипсис. Сейчас, конечно, намного меньше моих ровесников, которые читают, но все равно многие этим увлекаются. То есть еще не все вот как-то совсем забыли про книги. Интересно узнавать какие-то истории. Вообще интересно вот про людей почитать, как они живут. То есть все равно вот иногда не знаешь, как в той или иной ситуации себя поведешь. И интересно в книге это прочитать, как ведут себя люди. Как виртуальность сочетается с реальным миром? Как найти свое место? Как жить, зная о смертельном диагнозе? Что делать, если друг попал в сети наркомании? Сегодня детские писатели не боятся поднимать сложные и серьезные темы. Читать такую литературу интересны детям и взрослым. В этих книгах много подводных камней, и каждый возраст считывает что-то свое. Видим по детям, что как интересно это читать детям. Потому что это книги, несмотря на серьезность, такие страшные темы, нацеленные на позитив и на то, как действительно где-то вырулить, чтобы у ребят получилось справляться с этими проблемами, если в жизни придется им с чем-то таким столкнуться. Также и в детских, и в подростковых книгах много внимания стали уделять иллюстрации. Книги начинают играть яркими красками, привлекая внимание читателей. Для подростков выпускают комиксы и графические романы, а для детей – книжки-картинки. Яркий пример – проблемы пингвинов. Читать в ней практически нечего, но понять историю можно по картинкам. И ребята по картинкам, по иллюстрациям понимают, какая проблема у данного конкретного пингвина, конечно, за его образом какой-то человек. Что-то начинают понимать, что такое депрессия или просто плохое настроение. Начинают разговаривать о том, как с этим бороться, как борются они. То есть получается еще вот такой вот очень хороший, интересный диалог. Для себя все больше детей выбирает современных авторов, но акцент в школе остается на классике. Библиотекари помогают лучше понять произведения школьной программы, устраивая библиотечные уроки и перформансы. А еще советуют, что почитать в дополнение к классическим произведениям. В этом направлении идут даже издатели, которые издают классику. Есть ряд сопутствующих книг, которые помогают раскрыть классические школьные произведения. Конечно, это намного проще, вот именно через такое, так воспринимать современным школьникам. 200 лет прошло, язык уже сильно изменился. Что в этом может помочь? Воспринять смысл основной книги. Помогают как раз иллюстрации. 2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги. Лучший способ его отметить – прийти в библиотеку и почитать хорошую книжку. А выбрать ее с удовольствием помогут библиотекарям. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.